Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев встретился с представителями ведущих уральских средств массовой информации. За чашкой чая журналисты смогли напрямую задать интересующих вопросы и получить исчерпывающие ответы. О том, как прошел пресс-завтрак, далее в нашем сюжете. Очередная встреча заместителя генерального прокурора с журналистами проходила в День юриста. Я бы хотел и рад вас видеть, и пользуясь тем, что вся сила информационной политики – это в ваших руках, поздравить всех юристов Уральского федерального округа, всех юристов шести субъектов, которые входят в Уральский округ, с нашим, в общем-то, профессиональным праздником. А под эгиду юристов попадает очень много народу. Во-первых, это сотрудники. Начнем все-таки с того здания, где находятся сотрудники всей прокуратуры, потому что, не имея высшее юридическое образование, нельзя работать в органах прокуратуры. Это судейский корпус. Все судьи имеют высшее юридическое образование. Это следователи и Следственного комитета, и следователи МВД, следователи ФСКН. Все люди, имеющие высшее юридическое образование. И, естественно, огромная армия тех юристов, которые трудятся, раньше говорили, в поле народного хозяйства, но сейчас, наверное, скажем так, в разных структурах и народного хозяйства, и капиталистического хозяйства, и в разных структурах. Еще я забыл поздравить, обязательно нужно сказать, это огромная армия адвокатов. Огромная армия адвокатов, генюриста, нотариусы. Но здесь можно долго и перечислять, и поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы всех своих коллег поздравить с профессиональным праздником и пожелать им добра, здоровья, удачи, поменьше проблем, побольше хорошего настроения и хороших дней, светлых и счастливых. После краткого отчета заместителя генерального прокурора о работе за год, журналисты перешли к вопросам. Прокуратура довольно тщательно следит за публикациями в прессе. Многие материалы в этом году послужили основанием для прокурорских проверок. Факты подтверждались не всегда. Но если это случалось, заводимые по результатам проверок уголовные дела, как правило, имели большой резонанс. Ряд конкретных эпизодов был изложен журналистами и на этой встрече. Кроме того, их интересовала судьба ряда уголовных дел с участием высокопоставленных фигурантов. Такие истории за последние несколько лет попадали в прессу регулярно, и некоторые из них тянутся уже не первый месяц или даже год. Журналистов интересовало, в какой стадии находится то или иное дело и будет ли какой-то итог. Мы не всегда не все дела утверждаем. Мы очень скрупулезно относимся, ну маленький просто нюанс. В этом году шесть уголовных дел мы вернули на дополнительное расследование руководителю следственного управления по Уральскому федеральному округу. Они все обжаловались, но генеральный прокурор все утвердил, сказал, что мы правильно поступили. Потом они дорасследуются, и некоторые из них уже в часть ушли в уголовный дел суд. Большая часть работы следователей и прокуроров, как правило, не публично. В том числе поэтому, по мнению Юрия Пономарева, органы прокуратуры должны общаться с журналистами. Не нужно бояться встречаться с журналистами, не нужно шугаться журналистов, какие бы вопросы журналисты бы не задавали. Да, может быть, не все с любовью, или, так сказать, приходят сюда с некоторой болью, может быть, с некоторой даже ненавистью, не исключено, неудовлетворенностью. Но только так можно почувствовать эту боль и неудовлетворенность, и только так можно потом скорректировать свою работу. К тому же подобные встречи для прокурора – это обратная связь не только с прессой, но и с обществом, которое журналисты представляют. Я сразу подчеркиваю, что это не пресс-конференция. Давайте уйдем от этого слова. Сегодня просто наша встреча. Я хотел бы услышать от вас не только вопросы, но услышать те пожелания, те критические замечания, может быть, те недовольства, которые есть у вас, которые накопилось за это время, дабы... Мы все-таки общаемся с разными слоями населения, но все же я считаю этого недостаточно. И вот, пользуясь вашими репликами, вашими замечаниями, вашими вопросами, я хотел бы почувствовать тот накал жизненных страстей, которые есть в области, есть в Уральском федеральном округе, и все же понять, что мы недорабатываем, куда мы недосматриваем, куда бы нам хотелось более пристально взглянуть, для того, чтобы было больше порядка, больше бы соблюдалось, прежде всего, норм закона охраняющих простого человека. Основная цель на сегодняшний день прокуратуры, я уже говорил, еще раз повторю, это правозащитная функция, функция защиты человека во всей сфере деятельности, жилищные, конституционные и трудовые права, право на безопасные условия жизни, так скажем. Я думаю, что сегодняшний разговор, он поможет мне сориентироваться, а дальше я сориентирую прокуроров, которые входят в Уральский федеральный округ, на что им обратить внимание, и еще раз скорректировать свои профессиональные и функциональные действия. Жители дома номер 5 по улице Стрелочников в городе Екатеринбурге уже и не надеялись решить проблему, протекающей над их головой крыши. Обращение к начальнику управления Генпрокуратуры Сергею Филипенко помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. О том, как жизнь изменилась к лучшему, далее в нашем сюжете. Кровлю в доме по адресу Екатеринбург, улица Стрелочников, дом 5, починили. Чтобы добиться завершения ремонтных работ, жильцам дома пришлось обратиться в Генеральную прокуратуру. Напомним, что летом 2013 года рабочие, ремонтировавшие кровлю по заданию управляющей компании, бросили работы на середине, что выяснилось только осенью, когда начались дожди. По указанию Управления Генеральной прокуратуры, обеспечением завершения ремонтных работ занялась прокуратура Железнодорожного района. Налицо было нарушение прав жильцов дома на Стрелочников. В квартирах верхних этажей произошло затопление с кровли. В связи с тем, что управляющая компания РЭМ Железнодорожного района города Екатеринбурга работа по ремонту кровли выполнена не в полном объеме. В прокуратуре Железнодорожного района было собрано совещание, на которое были вызваны представители районной администрации, а также директор управляющей компании, обязавшийся привести крышу дома в порядок к 25 ноября. Прокуратурой Железнодорожного района проведена проверка по указанию Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе по обращению жителей дома 5 улицы Стрелочников в городе Екатеринбурге. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения. В настоящий момент нарушения устранены. Прокуратурой приняты меры. Кроме того, управляющей компанией РЭМ Железнодорожного района приняты меры к возмещению ущерба гражданам. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме. Итоговая проверка устанавливает, что ремонтные работы действительно завершены. Кровлю дома починили буквально перед самой зимой. По счастливому стечению обстоятельств в Екатеринбурге относительно теплая погода стояла почти до самого конца календарной осени. Зимние снегопады и похолодания начались только в начале декабря. Борьба с коррупцией может вестись не только полномочиями силовых ведомств, но и посредством пропаганды законопослушного поведения. То, как инструмент для письма стал грозным оружием в борьбе с доимством, наблюдали участники и гости конкурса «Перо против коррупции». По данным Генпрокуратуры, за прошлый год ущерб составил 20 миллиардов рублей. Больше всего страдает сфера госзакупок, государственных контрактов, строительство административных зданий, а также бюджетная сфера. Только в одной Свердловской области за 2013 год выявлено 704 коррупционных преступления на сумму более 480 миллионов. Это кадры из журналистских материалов, поступивших на всероссийский конкурс «Перо против коррупции», организованные Общественным советом Главного управления МВД по Уральскому федеральному округу при поддержке окружного управления Генеральной прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета России по УРФО и других организаций. Просто вспоминаю 90-е годы, когда в оборонных предприятиях госзакасов валился вот у нас в заводе «Колейно» в 93-м году госзаказ был в 100 раз меньше, чем в 89-м. То есть в 100 раз он валился. Что было делать с этим коллективом? 26 тысяч населения было на заводе, как мы говорили, корпус, даже не дивизия, корпус, чем кормить, чем занять и так далее. Вот в то время появились интересные предложения. Мы можем увеличить госзаказ несколько раз, но это будет стоить столько. Мы всегда жестко отвечаем, что мы, оборонщики, госзаказ не покупаем, мы его всегда делаем, исполняем. Это наша жесткая позиция. И мы очень внимательно присматриваемся к вашим публикациям и присматриваемся. Мы их читаем, мы с вами вместе сопереживаем, мы радуемся, когда очередные коррупционеры получают по заслугам. Это бывает, было довольно редко, но я дальше вижу, что чем дальше, тем больше общество понимает, что если мы в настоящий момент застанавливаем этот вал коррупции, дальше будет уже после. Среди материалов, представленных на конкурс, были как аналитические сюжеты, обобщающие статистику за последние годы, так и репортажи о текущей работе органов правопорядка, расследующих уголовные дела, в которых статус подозреваемых либо обвиняемых, имеют крупные чиновники регионального и муниципального уровней. Конкурс проводили по четырем номинациям, среди материалов, опубликованных в печатных СМИ, лентах информагентств, выходивших на радио и телевидении. Также конкурс проводился в специальной номинации, журналистское расследование как форма противодействия коррупции. Церемония награждения прошла на площадке Уральского государственного экономического университета. Лауреаты конкурса получили статуэтку в виде пера авторучки, дипломы и памятные подарки. В День Конституции России впервые по всей стране прошел общероссийский день приема граждан, в рамках которого люди могли получить компетентные ответы на интересующие их вопросы. А уж где задать свой вопрос тому или иному чиновнику, мог определить сам гражданин. 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе приняло участие в общероссийском дне приема граждан, проводимом во всех органах государственной власти и местного самоуправления по поручению президента Российской Федерации. Одновременно прием осуществлялся в прокуратурах областей и автономных округов, входящих в Уральский федеральный округ, а также в городских, районных и приравненных к ним специализированных прокуратурах по месту их нахождения. В период с 12.00 до 20.00 в Управление обратились и были приняты жители различных регионов Уральского федерального округа. Заявители получили ответы по интересующим их вопросам как от сотрудников управления, так и от работников ниже стоящих подразделений надзорного ведомства. Соединение с ними осуществлялось в режиме реального времени по установленным каналам видео и аудиосвязи. Для этого были задействованы как рабочие телефоны, так и специальная электронная система. Соответствующие должностные лица в органах прокуратуры, а также в органах государственной и местных властей по всей стране в этот день находились на месте и также вели прием населения. Поступившие в этот день обращения будут рассмотрены уполномоченными органами прокуратуры в пределах установленной компетенции и закрепленных предметов ведения. Традиционные вопросы, с которыми обращаются граждане, это нарушение их прав со стороны управляющих компаний сферы ЖКХ, трудовые споры, действия сотрудников правоохранительных органов, а также чиновников всех уровней. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Обратиться в надзорное ведомство вы можете по адресам, указанным на экранах ваших телевизоров. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова